Как поливать худы хвойных, потому что они нежные. Поливаем обычным распылителем, то есть каждому роду хвойных нужен довольно отдельный подход, например, елку где-то можно просто сполоснуть, просто сбрызнуть, так как земля мокрая, вот видите, после вчера с него даже полива, земля мокрая, земля тут обычная, немного песка, сверху хвойный опад. То есть брызнули чуть-чуть, Ну что все равно, киневик, конечно, очень спасает. Ну вот эти не выдергиваются, меньки, просто боюсь выдернуть с елкой вместе. А так полив идет вот так где-то. Сейчас большой попробуем, при поливе, конечно, полоть и вода. Вот видите, корень хороший, и он тут это с собой потащил, но вроде без потерь. Вообще, говорю, я это делаю пинцетом. То есть просто опрыскиваем, Сильно ее прям не надо замачивать. Но опять же, посмотрите по погоде, если влажность хорошая, то есть некоторые вопросы, которые задают постоянно, А почему она у меня вся упала? Извините, я не знаю вашего солнца, вашего грунта, Как вы поливаете, я не знаю. Даже состав воды не знаю, состав грунта не знаю. Я не могу отвечать на такие вопросы. Понимаете? Это я должен с вами жить и с вами вам помогать выращивать. Но это уже отдельная история, как говорится, за отдельную плату. Давайте рассмотрим вот полив туи. Всегда говорил и говорю, что туя любит стоять в воде. Даже мелкие. Вот они. Ну туя, она более такая неприхотливая. Ее можно прям заливать, чтобы вода стояла. Ещё раз повторяю. Туя любит стоять в воде. Кто бы вам не говорил ничего. Купили тую, поливайте каждый день. Да всё надо поливать каждый день, и тогда будет вам счастье. Даже такие мелкие. Ну когда они, конечно, только начинают идти, очень опасно вот так поливать. То есть тут тоже надо аккуратно соблюдать. То есть вы поливаете, видите, она уже очень хорошая и стойкая туя. Просто проливайте ее полностью, вот так вот. Ну и, соответственно, полоть не забывайте. Ну про полив, я думаю, всё. Такие будут вопросы. Сосну поливать, к примеру, тоже очень аккуратно. Очень аккуратно. То есть день полили, день можете не поливать. На этом всё. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов, и при том никого не было. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok